Делу время Делу время Делу время Вы сказали о процедуре конкурсной. Насколько она сложна? Как ее нужно будет пройти, чтобы получить землю? Будет сформирована специальная комиссия, которая в режиме прозрачности и объективности будет рассматривать все поступившие заявки от инвесторов по тем сферам, которые сегодня являются важными для инвест-климата Архангельской области. Соответственно, комиссия, рассматривая эти заявки, будет принимать решение и рекомендовать губернатору Архангельской области принять решение о доступе к земельным ресурсам того или иного инвестора. Насколько эти изменения сегодня для инвесторов будут привлекательными? Заинтересуют их? Я хочу подчеркнуть, что это масштабные инвест-проекты, которые действительно кардинально могут изменить ту или иную отрасль, про которую мы сегодня говорим. И вместе с тем здесь еще очень важный аспект деятельности, как время. Потому что всегда для любого инвестора срок окупаемости проекта является важным критерием реализации этого проекта. Не секрет, что издержки инвесторов, реализуя проект на севере, они всегда выше, нежели чем в других регионах России. Поэтому здесь мы имеем возможность, имеем маневр компенсировать инвесторам от те затраты, которые они несут, реализуя инвест-проект. Учитывая наше географическое положение, климатические условия, вместе с тем сегодня тот режим, который используют органы власти региональные, позволяет сегодня инвестору сэкономить, существенно сэкономить не только на временном промежутке, но еще и на издержках стоимостных, получая доступ к аренде земельных участков. Николай Викторович, а можно ли сегодня делать прогнозы, в какой из сфер наиболее будут востребованы и популярны вот эти новые введения? Если сегодня мы говорим активно о том, что с точки зрения экономического потенциала мы сегодня имеем приоритет в туризме. Поэтому туризм тоже сегодня входит в эту сферу для как раз привлечения инвесторов в рамках приоритетных инвест-проектов. Если мы говорим сегодня про сферу здравоохранения, про медицину, то обладая сегодня серьезным кадровым потенциалом, высшим учебным заведением, которое на территории России является одним из лучших образовательных центров в сфере медицины и здравоохранения, то в данном случае, имея такую кадровую подготовку, мы имеем шанс при шаге навстречу инвесторам реализовать серьезные проекты в плане медицины и здравоохранения. У нас есть чистые источники, у нас есть благоприятные места экологические для того, чтобы размещать такие центры у себя в Архангельской области и создавать условия для инвесторов, чтобы в нашем регионе побольше было здравоохранения, побольше было сфер медицинского обслуживания, медицинских центров. Но и вместе с тем высокотехнологичных процессов, которые сегодня мы видим реализуются в нашем регионе, также могут получить поддержку частных инвесторов. Потому что, безусловно, государственная медицина сегодня движется вперед, но частная медицина, использование новых технологий, безусловно, даст толчок именно развитию системы здравоохранения с помощью частных инвесторов. Николай Викторович, я благодарю Вас за беседу. Будем надеяться, что инвестиционный климат в нашей области благодаря таким изменениям улучшится в разы. Спасибо. Спасибо вам, Эмир. Спасибо. Спасибо.